В кругу собирались в Челябинске, только много любителей шахманов было. А раньше, раньше у нас было всегда вот так, после каждого серьезного соревнования, мастера, гроссмейства приезжали и держали отсчет перед любителями в клубе. И яблоку не было где упасть. Сейчас вот хороший зал появился, так что надо делать подобные встречи регулярно. Я думаю, что это очень приятно, что здесь у нас присутствуют и шахматисты из других регионов России, и даже не только России. Так что еще раз вас поздравляю с хорошим турниром, в котором вы играете. Но поскольку мы с Пашей здесь так вот сидим, мы постараемся вам что-то о шахматах сообщить, того, что вы не знали, что вам интересного. Так что задавайте вопросы, а мы будем вам повозьмотать и отвечать. Евгений Григорьевич, если можно, пару слов о матче, который состоялся. Ну, о матче можно говорить. Во-первых, какова была задумка? Я же не был настолько оптимистичен, что думал обыграть Картова. Нет, Картов, это, конечно, шахматист грандиозный. И с точки зрения опыта матчей, вообще нет ни одного шахматиста, который хотя бы близко к нему подошел. Даже Каспаров не идет ни в какое сравнение с Картовым по опыту матчей. Картов играл только в матче на первенство мира, там больше, наверное, полтора десятка. Вот так вот. Поэтому у него огромный опыт в матче и в темпо шахматы. И он проигрывал только Каспару иногда. И плюс один раз проиграл Шорто. А так он, конечно, очень сильный в матче в рыбаре. Ну, он в последнее время мало занимается шахматами, больше такими политическими вопросами в доме. Но, тем не менее, практически силу он сохранил достаточно большую. Если ему с молодыми шахматистами, может быть, целитель шахматной играли, было бы непросто, то с ветеранами вполне. Идея матча была совсем другой. Не выяснять, кто сильнее и насколько мы сильно играем. Идея матча была другой. Привлечь внимание к шахматам среди любителей и не только любителей шахматов. У меня эта идея родилась осенью прошлого года. И хотел я провести этот матч в Челябинской области. Вначале в Златоусте, на родине Карпова. А потом переехать в Челябинск. Может, по пути заехать в Савку и в Магнитогорск. И когда я спросил Карпова об этом, он согласился. И понятна идея, то есть моя, а он поддержал, чтобы именно поднять престиж шахмат и интерес к шахматам в области. У нас, если зайдет, я думаю, что и у всех иногородних та же самая проблема. Когда вы приходите в Министерство спорта или в администрацию города, области, вас просто не замечают. Шахматы, елимпийский вид и вообще финансируются по остатному принципу. Как-то потерялись шахматы в сравнении с тем, что было. Я вспоминаю времена, когда мы жили в Советском Союзе. Знаете, мастер приезжал в область, ему сразу давали квартиру, зарплату. Он выступал за сборную города, область. Это было очень престижным делом. Это была очень хорошая профессия. А сейчас ситуация изменилась. И поэтому вот этот матч как раз и нужен был для того, чтобы поменять ситуацию. Я-то собирался это делать в Челябинске. Но, к сожалению, здесь не нашлось ни спонсора, ни средств для организации. Вот просто кризис был виноват. Но нашелся спонсор, который сказал, я все дам, профинансирую деньги, дам, но играйте в реке. А у него в реке квартира, он решил, что ему будет там комфортнее видеть это. Ну, вот так получилось, что матч оказался в реке. Как он согласился, я тоже был. Но я надеюсь, что мы все-таки, у нас в области сыграем. Может, организуем что-нибудь другое, какие-нибудь другие турниры, ветеранские. И покажем, что ветеранов еще помнят и любят. И у нас много болельщиков и в России, и в других странах. Ну, а если кто-то заинтересуется, то здесь у меня... Ну, наверное, все видели фотографии в интернете и партии видели. Ну, у нас, к сожалению, нет фигур на доске. Но можно было показать, были довольно интересные партии в некоторых садах. Так что матч прошел интересно после первых двух партий. Я даже лидировал и играл хорошо. И матч прошел блестяще. Единственное, что я недоволен, это счетом. 2-4, в общем-то, счет нормальный в России. Нормальный. Я бы не стал расстраиваться, если бы это было заранее. Мне сказано, что так. Но по ходу дела у меня бы решался оказать более успорное сопротивление, а присутствие и выиграть матч. Ну, просрочил время в третьей партии в ничейном положении. Очень кто-то играл в четвертую. Ну, и в шестой партии не использовал прямую сопротивление. Ну, в общем-то, о матче надо рассказывать более подробно и у шахматной доски. А так, только на вопрос отвечу. Ну, где Андрей Анатольевич? Он удовлетворен моим рассказывать или нет? Да, он поехал за тортом. А, понятно. Раньше, кто сыграл в ничью, я выиграл в сеанс, почему книжку вручали с подписью. Сейчас, видимо, книжку купить можно. А вот посидеть за одним столом и выпить в чаю вместе с грасмельцами, это сейчас, наверное, более почетно. Вот так.